Встретить сегодня в столице на избирательных участках можно было весь политический бомонд. Одни приходили целыми семьями и охотно раздавали интервью, другие пытались не попасть на глаза журналистам. И для них перекрывали целые залы. Наш корреспондент Бахтиар Даркеев следил за голосованием VIP-персон в самом центре столичного Левобережья. Это один из немногих пунктов для голосования, который известен своими избирателями. Ведь большинство из них руководители центральных государственных органов. И выбор они предпочли сделать с самого утра. Как правило, самыми первыми на любое голосование приходят казахстанцы старшего поколения. Вместе с ними являться на участке в 7 утра взяли в привычку казахстанские премьер-министры. Тогда же начинается целое представление. Вот охрана Алихана Смаилова заблокировала целый зал, чтобы никто не смог помешать проголосовать. Хорошее настроение только у него, да у нескольких наблюдателей. Дежурное фото и VIP-персона уже покидает участок. Всего в столице 348 пунктов для голосования. 111-й по праву можно назвать элитным. Он расположен в национальной библиотеке. Голосует здесь весь политический бомон страны. Вот замруководителя администрации президента Аида Балаева. Одна из немногих женщин в высшем эшелоне власти всегда в центре внимания. А это уже председатель сената в сопровождении жены и дочери. Несмотря на выходной в костюме и галстуке. Какой выбор делают политики, спрашивать прямо, конечно, не принято. Я верю, искренне верю, что те изменения, которые мы сегодня, если народ поддержит, внесем в Конституцию, они очень важны для развития нашей страны. Они открывают новый этап. Это не просто слова, не просто формулы. Они открывают новый этап развития нашего государства. Коллега Ашимбаева, председатель мажорица Ерлан Кошанов на участок прибыл со свитой. А вот госсекретарь страны ограничился членами семьи. Небольшая заминка. Ерлан Калин объясняет, что дочь голосует впервые. И, судя по всему, точно знает, какой выбор делать. Ведь конституционные поправки обсуждали буквально за обедом и ужином. Мы, конечно, обсуждали фактически регулярно, ну, когда-то за столом обычно обсуждали в целом идею референдума, тех изменений, которые инициируются. Особенно мне было приятно подискутировать со своими детьми, имеется в виду, в плане их осведомленности. Но сегодня молодые люди, я и, например, своих детей понимаю, что они очень активны, очень активно интересуются теми процессами, которые происходят в нашей стране. Стоит отметить, что политиков в столице можно встретить на каждом шагу. А вот звезд шоу-бизнеса или спорта уже сложнее. Поэтому журналисты всегда рады боксеру Серику Сапиеву. Он один из немногих, кто ушел на госслужбу, поработал даже депутатом Мажелиса. Как видно, политик, правда, не состоялся. Однако о важности реформ в стране говорит смело. Нашей независимости 30 лет. И действительно, наверное, настало время вносить изменения в Конституцию, более демократизировать наше общество. И я думаю, что поправки в Конституцию сделают так, чтобы наша страна более развивалась, росла и была более демократичной. Какого-то ажиотажа, по крайней мере, на левом берегу столицы не наблюдалось. За исключением, когда на участках встречали вип-персон. Зато они внесли заметный вклад в показатель явки. Но даже при этом в Нур-Султане она не достигла 60%. Бахтияр Даркеев, Ернар Сайлаубаев, Столичное бюро КТК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!